Привет, друзья! Сегодня мы говорим о будущем времени, о future simple. На самом деле есть несколько способов выражения будущего времени. Самый известный из них – это will. Нет, не этот will, а вот такой will. Чтобы образовать будущее время с will, нам нужен I, you, we, he, то есть подлежащее, mom, daddy, parents, плюс will, плюс начальная форма глагола. Итак, подлежащее, плюс will, плюс начальная форма глагола. Очень просто. Например, I will go, я пойду. Или, например, как в следующем отрывке. Группа Queen с группой Five поют Мы вас раскачаем. Чтобы сделать вопрос, will ставим вперед. А чтобы сделать отрицание, прибавляем частичку not. I will not, we will not. Помните, что will not часто сокращается до want, как в следующем отрывке, который вы видите. I won't let you down. Что значит I will not let you down. То есть я тебя не подведу. На слух можно перепутать с глаголом want – хотеть, но обычно это легко понять либо по контексту, либо по слову to, который стоит рядом с глаголом want. В то время как в настоящем времени с will – to стоять не будет. А теперь давайте поговорим о случаях, когда мы смело можем использовать с вами will. Это четыре области. Первое. Когда мы решаем, принимаем решение сделать что-либо прямо в момент речи, не обдумывая. Например, вы стоите на кассе и прямо в момент речи решаете, что купить, как в следующем отрывке. Я возьму чизбургер и картошку фри. Итак, сиюминутное решение, принятое прямо в момент речи. Второе. Мы используем will, когда даем обещание. Я скоро вернусь. Это обещание. Или вот. Я буду здесь ради тебя. Я буду с тобой. Это обещание. Третье. Когда мы можем смело использовать will – это когда мы предсказываем будущее. Когда мы говорим о том, что скорее всего произойдет или как все будет. Как мы думаем. That'll be expensive. Это будет дорого стоить. That'll be expensive. I know what will happen. Я знаю, что случится. Четвертое. Мы используем will с определенными выражениями. С какими? Probably. Maybe. I'm sure. I'm not sure. I expect. I think. I don't think. I hope. Вот несколько примеров. I'm sure he'll do the right thing. I'm sure he'll do the right thing. Я уверен, что он все сделает правильно и что он примет правильное решение. He'll do the right thing. I'm sure. I'll probably find you there. I'll probably find you there. Я, вероятно, найду тебя там. Или вот такой следующий пример. Do you think the exam will be difficult? No, I don't think so. I'm sure you'll pass it. Думаешь, экзамен будет сложным? Нет, я так не думаю. Я уверен, ты его сдашь. Следующий способ выражения будущего времени – это конструкция be going to. Не просто going to, а be going to. То есть в ней есть глагол be в соответствующей форме. Например, мы употребляем их, когда хотим сказать, что мы собираемся или планируем что-либо сделать. Наши намерения. То есть мы говорим о своих намерениях. А также, когда нам кажется, что что-то скоро случится. Вот такой пример. Feels like my heart is going to burst. Feels like my heart is going to burst. Кажется, мое сердце скоро лопнет. Is going to burst. How are you going to handle all this without our help? How are you going to handle all this without our help? Как ты собираешься справиться со всем этим без нашей помощи? How are you going to? Следующий пример. What are you going to wear on the wedding next week? Что ты собираешься надеть на свадьбу на следующей неделе? Какие твои намерения? Какие твои планы? Для этого мы используем конструкцию be going to. Еще один третий способ выражения будущего времени – это present continuous. Мы используем это время, то есть am, is, are плюс инговая форма глагола, для того, чтобы выразить только точно запланированные действия. Это не просто наши планы, не просто наши намерения, не что-то, что мы решили в настоящий момент. Это то, что мы уже точно решили, и мы сделали все для того, чтобы это случилось. Например, вы говорите кому-то, I'm flying to New York tomorrow. Это значит, что вы уже точно летите, и для вас это означает, что вы точно летите, и у вас же уже билеты на руках. Все куплено, все сделано для этого. Поэтому не I'm going to fly, не I will fly, а I am flying to New York. Это уже точно. Или вот, как вы видите в следующем эпизоде. Марк Уолберг спрашивает. Where are we meeting? Где мы встречаемся? Хотя люди встретятся в будущем, правильнее будет перевести «Где мы встречаемся». Мы встретимся точно, осталось пояснить где. And I'm leaving tomorrow. What do you say? And I'm leaving tomorrow. What do you say? Я уезжаю завтра. Что ты на это скажешь? Девушка уже приняла точное решение. Завтра уехать. Поэтому она говорит не I am going to live и не I will live, но I am leaving tomorrow. Итак, три способа выражения будущего времени. Это will, be going to и present continuous. Если вам понравилось, ставьте лайк и напишите в комментариях, какие еще темы нам следует разобрать. А еще по ссылке в описании записывайтесь на бесплатный вводный урок в нашей школе английского языка English Show. Кстати, если вы собираетесь сдавать ЕГЭ по английскому, математике или русскому в этом или в следующих годах, то для вас оставим наиинтереснейшую ссылку, которая вам будет очень полезна. С вами был Ed из English Show. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok